Всем доброго дня, это Гелиос Сар и География просто. Учебник География России, природа, население, хозяйство. 8 класс, за авторством Дронова, Бариновый, Ром. Серия Вертикаль, УМК Дронов. Параграф 11. Как и почему изменяется рельеф России? Вспомните, в каких регионах мира в наши дни происходит извержение вулканов и землетрясения? Вулканы. Проще перечислить, где этих самых землетрясений нету и извержений вулканов. Их нету на территории Австралии. Вот и все. Даже на территории Антарктиды есть действующий вулкан. На территории Африки есть горы, где происходит горообразование. Пусть там их и мало, но они там есть. И там есть вулканы. То есть на всех территориях этого происходит горообразование, на всех континентах есть районы с горообразованием, кроме Австралии. В Австралии нету. Ну и можно, так сказать, всякие мелкие острова еще вспомнить, но мы говорим о континентах. На формирование рельефа влияют внутренние, эндогенные и внешние, экзогенные процессы. Внутренние процессы. Среди них наибольшее воздействие на формирование современного рельефа оказали новейшие, неотектонические движения земной коры, вулканизм и землетрясение. Таким образом, под действием внутренних процессов образуются крупнейшие, крупные и средние формы рельефа. Неотектоническими называют движения земной коры, происходящие в ней за последние 30 миллионов лет. Они могут быть вертикальными и горизонтальными, то есть идти либо слева направо, справа налево, либо снизу вверх. На формирование рельефа наибольшее влияние оказывают вертикальные движения, в результате которых земная кора поднимается и опускается. Скорость и высота вертикальных неотектонических движений в некоторых районах была очень значительна. Большая часть современных гор на территории России существует только благодаря новейшим вертикальным движениям, так как остановившиеся в своем развитии горы разрушаются за несколько миллионов лет. Кавказские горы, несмотря на разрушающее воздействие внешних сил, были приподняты на высоту от 4 до 6 тысяч метров, Уральские на 200 до 600 метров, Алтай на высоты от 1000 до 2000 метров. Одни равнины испытали также незначительный подъем, например, Русская равнина, другие напротив, опускание, Западно-Сибирская равнина опустилась. В тех местах, где земная кора опустилась достаточно низко, возникли впадины морей и озер. И очередные вопросы. Какие виды тектонических движений преобладают на территории России? Как правило, вертикальные, то есть идущие где-то снизу вверх. Это и Кавказский хребет. То есть, в принципе, даже равнины испытывают определенное приподнятие из-за движений мантии. Только достаточно небольшие части, очень небольшие, если посмотреть на рисунок 19, зеленым цветом здесь обозначены зоны слабых опусканий, очень таких слабых опусканий. А все остальное – это зона тех или иных поднятий. То есть, преобладают на территории России именно вертикальные движения с поднятиями. Движения земной коры происходят и постоянно, и сейчас. Главный Кавказский хребет продолжает подниматься со скоростью от 8 до 14 мм в год. Несколько медленнее растет среднерусская возвышенность – около 6 мм в год. А участки Восточноевропейской равнины, на которых расположены Татарстан, а также Владимир и ряд других областей, ежегодно опускаются на расстояние от 4 до 8 мм. Наряду с медленными движениями земной коры и формированием крупных и средних форм рельефа определенную роль играют землетрясение и вулканизм. Землетрясение часто приводит к значительным как вертикальным, так и горизонтальным смещениям пластов горных пород, возникновению обвалов и провалов. При извержении вулканов формируются такие специфичные формы рельефа, как вулканические конусы, лавовые покровы и лавовое плато. Какие внешние процессы формируют рельеф? Внешние процессы, формирующие современный рельеф, связаны с деятельностью морей, текучих вод, ледников, ветра. Под их воздействием разрушаются крупные и образуются средние и мелкие формы рельефа. При наступлении морей осадочные породы откладываются горизонтальными слоями. Поэтому многие приморские части равнин, с которых море отступило сравнительно недавно, имеют плоский рельеф, например, прикаспийская низменность. Текучие воды, реки, ручьи, временные водные потоки размывают земную поверхность. В результате их разрушительной деятельности образуются формы рельефа, называемые эрозийными. Это речные долины, балки, овраги. Долины крупных рек имеют большую ширину. Например, долина Аби в нижнем ее течении имеет ширину 160 километров. Немного уступает ей Амур – 150 километров, и Лена – 120 километров. Речные долины – традиционное место расселения людей, ведение особых типов хозяйства, животноводство на пойменных лугах, огородничество. Овраги – настоящая беда для сельского хозяйства. Разбивая поля на мелкие участки, они затрудняют их обработку. В России насчитывается более 400 тысяч крупных оврагов общей площадью в полмиллиона гектаров. Сравните плотность населения в долинах рек Сибири и на окружающих территориях. Разумеется, в основном в Сибири все основные территории заселенные – это как раз-таки территории в долинах рек. Дело в том, что прокладывать по Сибири обычные, тем более железные дороги, невероятно сложно. Поэтому в основном, основным транспортом служат именно реки. Поэтому именно реки – самые заселенные территории в Сибири. И опять-таки сопоставьте рисунок и физическую карту. Назовите формы рельефа России, образовавшиеся под воздействием древнего покровного оледенения. Что ж, многочисленные холмы, гряды, плоские равнины, различные так называемые ледниковые озера. В основном, конечно, это территория именно России, вернее, как не России, а русской равнины, причем с севера. В Карелии огромное количество вот таких вот озер присутствует. Ну и в принципе везде, там к северу от Москвы, там ледник очень активно и долго работал. На рельеф России существенно повлияла деятельность ледников. В четвертичный период из-за похолодания климата во многих районах земли возникло несколько покровных оледенений. В некоторых районах, центрах оледенения, на протяжении тысячелетий шло накопление льда. В Евразии такими центрами были горы Скандинавии, Полярный Урал, плато Путорана на севере Среднерусского плоскогорья, вернее, Среднесибирского плоскогорья, а также горы Бырранга на полуострове Таймыр. Толщина льда в некоторых из этих районов достигала 3000 метров, то есть толщина льда 3 километра. В настоящий момент лед такой толщины присутствует разве что на территории Антарктиды. Там до 4 километров может достигать толщина льда. Под действием собственного веса ледник сползал на юг, на прилегающей территории. Там, где проходил ледник, земная поверхность сильно изменялась. Местами ледник сглаживал поверхность, местами, напротив, выпахивал понижение. Лед шлифовал скалы, оставляя на них глубокие царапины. Вместе со льдом перемещались скопления огромных камней, валунов, песка, глины, щебня. Эта смесь разнообразных горных пород получила название морены. В южных, более теплых районах ледник таял. Морены, которые он нес с собой, откладывалось в виде многочисленных холмов, гряд, плоских равнин. Ветер формирует рельеф в засушливых районах и там, где на поверхности лежат пески. Под его воздействием образуются дюны, песчаные холмы и гряды. Они распространены на прикаспийской низменности в Калининградской области. Вопросы и задания. Какие процессы оказывают влияние на формирование рельефа Земли в настоящее время? Это внутренние процессы и внешние процессы оказывают влияние на формирование рельефа в настоящее время. Охарактеризуйте их. Внутренние процессы – это процессы, которые связаны с землетрясениями, вулканизмом, движением литосферных плит. Внешние процессы – это текучие воды, различные осадки, это ветер. Это, разумеется, все, что называют так называемым выветриванием и эрозией. Какие ледниковые формы рельефа встречаются в вашей местности? Ну, могу предположить, что здесь присутствуют какие-то бывшие ледниковые озера. Так как, в принципе, я-то живу в Подмосковье, и здесь ледник был. Так что какие-то холмы, какие-то ледниковые озера наверняка есть, но я точно про них не знаю. Какие формы рельефа называют эрозийными? Те формы, которые возникли из-за разрушения местных форм рельефа. То есть, например, овраг – это эрозия окружающего пространства из-за текучих вод. А приведите примеры эрозийных форм рельефа в вашей местности. Ну, честно говоря, я не могу привести. Наверняка есть какие-то овраги. То есть, если вы не живете в горах, а где-то на равнинах, смело можете приводить в пример какие-нибудь овраги. Наверняка хоть один в вашей местности, но есть. Какие современные рельефообразующие процессы типичны для вашей местности? Насколько я узнал, я живу в Подмосковье, соответственно, здесь происходит повышение. Идет медленное, но повышение формы рельефа. То есть, видимо, вот такой вот рельефообразующий процесс в виде повышения. При этом текучие воды продолжают влиять на местность. То есть, здесь большое количество рек, ветра, множество зелени. Все это влияет на определенного рода эрозию. Сильных горных пород здесь нет, поэтому идет в основном откладывание осадочных пород с постепенным их наращиванием. Но очень и очень, конечно же, медленным.